Всем привет, меня зовут Ник, я админ сайт Anik Studio Edition и сегодня я покажу вам, как заменить цвет глаз в видео. Этот урок будет в программе Adobe Auto Effect и начинаем. Итак, вот что у нас получится. То есть мы видим то, что радужная оболочка заменена на цвет. В принципе, можно любой цвет заменить, просто сегодня я покажу вам, как сделать, допустим, это. Или красные глаза. Ну ладно. У нас есть видео, и мы создаем новую композицию. Очень забавно, да? Сейчас я немножко обрежу композицию. У нас будет идти около 6 секунд. Ну, где-то вот так. Итак, вот у нас наша композиция. Вот мы видим то, что я открываю глаза. И все. Мы этот слой наш дублируем. Для этого нажимаем Ctrl D. У нас появился верхний слой. И мы этот верхний слой даже немножко обрезаем, то есть до того момента, как я открываю, допустим, глаза. То есть вот до сих мы его обрезаем. Вот обрезали. И дальше я открываю глаза, и все. Теперь нам нужно создать маску. Для этого выбираем инструмент Paint Tool. Теперь мы создаем маску. Маска создается путем проставления таких ключей. Мы создали маску, и создаем вторую маску. То есть у нас будет две маски на наши два глаза. Вот. Мы создали. Теперь открываем наш второй слой, его параметры. И параметры Masks. Выбираем первую маску. И находим пункт Mask Path Shape. Вот. Ставим Mask Path ключик. Вот. И теперь мы должны изменять параметры нашей маски. То есть как она у нас будет изменяться со временем. Потому что глаза... Вот эту вот сейчас маску мы редактируем. Поэтому мы должны изменять положение маски относительно моего глаза. Переходим также в обычный инструмент. Arrow, либо кнопка V. И изменяем положение маски. Так как она у нас должна быть. То есть через каждую секунду мы должны менять. И так до самого конца. То есть... Ну вот здесь ее в принципе уже нету. То есть мы смело можем ее обрезать вот здесь. Это вот так появляется маска. Вот так она идет у нас. Здесь мы также уравняем ее. Маску. Теперь так же делаем со второй маской. То есть открываем параметр Mask 2. Ставим параметр Shape. Вот здесь. Параметр Shape. Нажимаем на ключик. И все. И так же таким образом изменяем положение маски. И проделываем все тоже до конца. Вот. Мы сделали две маски. Если мы отключим нижний слой, то у нас только вот одни глаза должны остаться. Очень страшно. Ладно. Теперь мы должны изменить цвет глаз. Для этого на верхний слой мы накладываем эффект Color Correction Curves. В этом эффекте мы как раз будем менять цвет глаз. То есть если мы можем также увеличить их яркость. То есть сделать их белыми. И более контрастными. Вот. Либо просто такие катарактные глаза сделать. Вот. Если вы хотите цвет добавить, то мы переходим... Сейчас reset. Мы переходим во флотку Red. И так же делаем их красными. То есть вот. Такими. Вот красными. Наливными. Красные глаза. Либо... Ну так же здесь в принципе все каналы есть цветовые и RGB. Поэтому можно сделать так же и зелеными. Вот. Ну ладно. В моем случае я сделаю их просто немного белыми. Может конечно и черными сделать. Черные забавно. Черные тоже забавно. Такие получаются немного... Ха-ха. Немного мульчашные глаза. А-ля Симпсоны. Вот. Ладно. Сделаю белыми. Все равно вот. Так будет лучше. Если мы все это дело просмотрим, то наша маска заменена как раз цветом. Если вас какие-то не устраивают вот мелочи или недочеты, мы просто заходим в инструмент Masks. И меняем Mask Feather, допустим, там на... Ну на 5 пикселей. Так, чтобы он был немножко смазанный. Чтобы углы были немного смазаны. Так же здесь, допустим, ставим Mask Feather на 5 пикселей. Так же можно сделать, оставить, допустим, цвет глаз один и тот же, а полностью само видео бесцветить. Для этого щелкаем на нижний слой. Добавляем к нему эффект Color Correction, Hue and Saturation. И вытягиваем ползунок Saturation до конца. То есть у нас будет абсолютно черно-белое видео. Теперь так же переходим в инструмент. То есть теперь так же переходим на второй слой. И в этом RGB слое мы меняем, допустим, красные ставим глаза. Вот такие немного красноватые. Вот таким образом у нас все в видео черно-белое, а глаза красные. Вот тоже неплохо смотрится. Вот такое. Вот так вот получается. Ну это по вашему усмотрению. В любом случае получается неплохо. Вот и все, что я хотел показать. С вами был я, админ сайт Anik Studio Edition. Пользуйтесь, делайте, и у вас все получится. Заходим на мой сайт, смотрим обновления, обучаемся. И всем пока.